Сегодня хотели поделиться редким, интересным клиническим наблюдением. Посмотрите, какой изменённый у человека позвоночник. Здесь выраженные остеофиты. Пациент этот жалуется на боли в ноге по наружной поверхности ноги, так называемый лампас, или зона корешка андроматома L5. С чем такие боли могут быть связаны? Наиболее вероятно из всех мест, там где может ущемляться пятый корешок, он ущемляется вот здесь. Вот это место, так называемое межпозвонковое отверстие. И видите, как оно деформировано, изменено. Здесь есть такой вот костный нарост, шип. И в этом месте, в межпозвонковом отверстии пятый корешочек выходит. И здесь он этим остеофитом ущемляется, вызывая нейропатическую боль. Это неплохо видно на МРТ, сейчас покажу. Вот он, позвоночный канал. Мы идём в межпозвонковое отверстие, и вот здесь вот пятый корешочек, вот он деформируется и компримируется, передавливается. Вот наш пятый спинномозговой нерв. Какая была принята тактика лечения? Первым этапом была выполнена эндоскопическая декомпрессия, то есть освобождение пятого спинномозгового корешка в области форамины. Был установлен эндоскоп, и с помощью специального инструмента корешковый канал был расширен, спинномозговой нерв был освобождён. После операции у пациента отмечается регресс боли в ноге, он может ходить без остановки, не нужно присаживаться, то есть нейрогенная перемежающаяся хромота прошла. Однако пациент предъявляет жалобы на боли внизу спины, в области крестцово-подвздошного сустава. Это так называемая зона фортина. При нейроортопедическом обследовании у него выявляются частично положительные симптомы на КПС, и следующим этапом принято выполнить селективную блокаду, то есть введение лекарственного препарата под рентген-контролем в область этого сустава. Теперь пациент занимается ходьбой, упражнениями, чувствует себя хорошо. Это демонстрация случая сочетания болевых синдромов, боли корешковой с нейрогенной хромотой и боли из дегенерированного крестцово-подвздошного сустава, которые, вероятно, были связаны с изменённой биомеханикой, потому что он 6 лет мучился от боли в ноге и, вероятно, ходил неправильно, из-за этого начал перегружаться, неправильно работать этот сустав. Но эта тоже ситуация решается вот таким вот комбинированным методом.